Объединить писателей, поэтов, музыкантов, режиссёров, дизайнеров и всех творческих людей – задача неизлёгких. Тем не менее, именно с этой целью пять лет назад в Лондоне была создана Евразийская творческая гильдия, объединяющая творческих людей со всех уголков Евразии. Гильдия – это товарищество. То есть люди помогают друг другу. Творческие люди, находясь в разных странах мира, с разными возможностями, но каждый может чем-то помочь. Кто-то может написать рецензию, кто-то может помочь созданием, сделать перевод, написать, отредактировать, снять фильм, поставить спектакль. Но всё это приводит к тому, что интегрируется большое количество людей и узнают миллионы. У нас вся работа ведётся, в первую очередь, с точки зрения продвижения на международном пространстве, то есть на английском языке. Мы проводим различные фестивали, конкурсы, издаём книги, издаём журнал. И смогли за более чем пять лет существования гильдии объединить более чем две тысячи членов гильдии в 66 странах мира, издать 165 книг, из них 30 книг мы издали по грантам, то есть авторы книг выиграли наши премии. И книги на английском языке были изданы в Лондоне абсолютно бесплатно для них. Вот нашим первым победителем два года тому назад из Молдовы стала замечательная поэтесса Людмила Дубковецкая. Её книгу мы издали в прошлом году и презентовали её на нашем фестивале в Брюсселе. Но гильдия работает не только с писателями, она работает абсолютно со всеми творческими людьми, будь это режиссёры, художники, скульпторы, архитекторы. Так уж получилось, что самый большой культурный сегмент, а это более двух миллиардов человек в мире, которые читают и говорят на английском языке, а в Молдове знают очень немного, возможно, в других европейских странах знают больше. Но если мы хотим что-то рассказать миру и заявить о себе, чтобы нас услышали, в любом случае это нужно делать на английском языке. И эту функцию Кратцкий гильдия выполняет успешно более пяти лет. Мы издаём журнал и мы стараемся тоже последние несколько лет включать материалы, связанные с Молдовой. У нас в этом году тоже вышло интервью с Евгением Догой. Замечательный человек, меня очарал в прошлом году, мы с ним встретились здесь в Кишинау, потом в Москве встречались. И интервью вышло весной этого года. Гильдия проводит и кинофестиваль. Каждый год, уже в течение трёх лет, мы проводим Евразийский кинофестиваль в Лондоне. К сожалению, пока участников из Молдовы у нас не было, но мы открыты для того, чтобы кинорежиссёры, продюсеры, актёры, сценаристы тоже принимали у нас участие. Потому что фестиваль проходит в Лондоне, у него большая аудитория, хорошо освещается британской прессой, приходят эксперты кино. И мы будем рады, если кто-то из Молдовы... Значит, мы открыты для всех. Поэтому, если вы творческий человек, то мы будем рады с вами общаться и продвигать ваше творчество на международном уровне. За счёт чего мы помогаем творческим людям выходить на международный уровень? В первую очередь, это, конечно, система конкурсов. Это наиболее эффективный инструмент, который существует в мире. Он придуман не нами, он придуман давно. Самый крупный, самый, наверное, первый конкурс, который появился даже немножечко раньше, чем гильдия, в принципе, именно он стал причиной появления гильдии как таковой. Это наш замечательный фестиваль «Открытая Евразия». Конкурс. Что такое «Открытая Евразия»? Это конкурс больше литературный. Изначально он был направлен на поддержку авторов, поэтов, прозаиков, публицистов. И он проводится с 2012 года. На сегодняшний день у нас прошёл уже конкурсный этап девятого конкурса «Открытая Евразия». Open Eurasian Literary Book Forum. Он пройдёт в Лондоне 27-30 мая. Как раз должен был пройти в ноябре этого года, но из-за пандемии пришлось немножко перенести. Тем не менее, уже открыт приём заявок на десятый юбилейный конкурс «Открытая Евразия». И у нас сейчас активный конкурсный этап по этому направлению. Поэтому творческие люди могут подавать заявки, им не обязательно для этого быть членами гильдии, активными со стажем. Они могут оформить категорию «Конкурсант» и также принять участие в конкурсе. И, в общем, показать себя своим коллегам, нашему жюри, которое представлено экспертами в области литературы. И помимо литераторов у нас также в этом конкурсе могут принимать участие публицисты, журналисты, переводчики, что тоже очень важно, если мы говорим именно про международный уровень. Также могут принимать участие иллюстраторы. Вообще, конкурс «Открытая Евразия» оказался очень живым. И у нас в своё время даже появилась категория видеофильм, которая впоследствии выросла как раз в кинофестиваль, который у нас проходит теперь ежегодно в Ромфорде, в Лондоне. И нам очень приятно видеть, что действительно эти проекты, они помогают нашим авторам, нашим победителям, ну, скажем так, популяризировать своё творчество, продвигаться. Сформировалось у нас и сообщество художников внутри гильдии. И у художников тоже появился запрос на разные творческие проекты, в которых они могли бы поучаствовать и получить такой же старт, как писатели. Если вы давно искали платформу для продвижения своих работ, будь то книги, картины, скульптуры, музыкальные произведения или фильмы, принимайте участие в конкурсах Евразийской творческой гильдии, становитесь частью этого сообщества, и, возможно, в скором времени о вас узнает весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok